В Замоскворечье есть место, называемое легендарной Ордынкой. Здесь останавливались многие известные поэты, писатели, актеры. Мы же сегодня расскажем вам о путешествии, которое закончилось на легендарной Ордынке. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прогулки по Москве». И сегодня мы поговорим о творчестве известного поэта Иосифа Бродского. Стокгольм, 10 декабря 1987 год. Нобелевский комитет принял решение присудить премию по литературе в пятый и пока в последний раз поэту из России. Его имя – Иосиф Бродский. Хотя, если быть точным, на тот момент Бродский был уже поэтом из США. С 1977 года писатель был американским гражданином, поэтому памятник поэту в Москве поставили на Новинском бульваре рядом с посольством США. Причины для эмиграции и смены гражданства появились задолго до премии. В 1964 году в Ленинграде состоялось заседание Народного суда. Бродскому вынесли приговор – выселение из Ленинграда на пять лет с принудительным трудоустройством за дуньядство и вредное влияние на молодежь. Тогда мало кто видел в пареньке из питерских рабочих окраин будущего великого поэта. Но Бродскому все же повезло. Его талант сумела распознать и поддержать великая русская поэтесса Анна Ахматова. Она предсказала Бродскому грядущий успех и тяжелую жизнь. Анна Ахматова стала наставником нескольких молодых поэтов, среди которых был и друг Иосифа Бродского – москвич Евгений Рейн. И хотя Ахматова, как и Бродский, жила в Ленинграде, она часто посещала столицу. Иосиф Бродский также бывал в Москве. Одно из лучших своих стихотворений он написал именно о столице и посвятил его своему другу Жене Рейну. Называется оно «Рождественский романс». Лирический герой Бродского, сочельник, путешествует по Москве 60-х годов XX века. Его маршрут – Кремль за Москворечье. Плывет в тоске необъяснимый среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Иосиф Бродский. «Рождественский романс». 1962 год. Сегодня говорить об Иосифе Бродском и о его особом сочинении «Рождественский романс» мы будем вместе с историком Инессой Бутеневой. Инесса, спасибо, что согласились побеседовать о Бродском. Расскажите мне вот такую интересную деталь. Сам Бродский – уроженец Ленинграда, если я не ошибаюсь. И в то же самое время «Рождественский романс» посвящен Москве. Александровскому Садучу в частности. Получается, что Москва тоже каким-то образом влияла на поэта? Конечно, влияла. Если не влияла, то каким? Москва – это митрополия, она не могла не повлиять на такого крупного поэта, как Бродский. Из Москвы был его лучший друг Евгений Рейн, которому он и посвятил свой рождественский романс. И этот же Евгений Рейн его познакомил с Анной Ахматовой, с которой много-много дней и вечеров Бродский провел на даче в Комарове, очень известное место писательских дач для Ленинграда. Туда приезжал и Евгений Рейн, и другие поэты, которых впоследствии после смерти Ахматовой называли «ахматовские сироты». И вместе же с Ахматовой они часто бывали в Москве, на Ордынке. Хорошо, но вот в рождественском романсе есть упоминание об Александровском саде. Александровский сад – особое место не только для Бродского, но и для всех коренных москвичей. Для Бродского, во-первых, потому что с этого места начинается маршрут, который описан в рождественском романсе. Некий человек в такси едет от Александровского сада до дома на Ордынке, скорее всего, где они с Ахматовой останавливались у своих друзей. Кроме того, Александровский сад, как я уже сказала, занимает особое место в жизни москвичей. Это самая интимная часть, центр Москвы. Всем известен Кремль, его дворцы, церкви, площадь, Покровский собор и так далее. То есть это место посещения всех туристов. Но в те времена, особенно, когда писался рождественский романс, это послевоенная Москва, Александровский сад – это было просто место прогулок для москвичей. Я сама жила в центре, и я прекрасно помню еще тогда, как мы с ребенком ходили туда просто кататься на санках. Там великолепные горы, которые начинаются у Кремлевской стены и дальше вниз. Прекрасный сиреневый сад, где дети могут полазить по сирене. Сирень древнейшая, посаженная, видимо, еще при царях. То есть она такая уже окаменевшая, дети по ней лазят. Это просто место прогулок, неофициозное. А вообще почему и Бродский, и, в частности, другой нобелевский лауреат Борис Пастернак в своем романе «Доктор Живаго», Юрий Живаго, стихотворение, которое пишет, очень много используется христианской тематики, евангельских сюжетов. И Бродский тоже использует христианские мотивы в творчестве. С чем это было связано? Почему они обращались к библейским сюжетам? В «Докторе Живаго» Борис Пастернак использует несколько библейских сюжетов, не только рождественские, но также и Пасху, и все, что с этим связано. Да, у него целый цикл. А что касается Бродского, то тут совершенно другая история. Бродский, в отличие от Пастернака, он более принадлежал к общеевропейской культуре, чем чисто к русской православной. И для общеевропейской, особенно западной культуры, очень важно Рождество. То есть Рождество ставится впереди Пасхи. Не так оно важно в России, как Пасха. Это центральный христианский праздник Пасха для русских людей. А для Западной Европы, для США, главный христианский праздник – это Рождество. И для Бродского было то же самое. И в какой-то момент он начал сочинять стихотворения к Рождеству. И продолжал это делать в течение многих лет. И из этого сложился цикл рождественских стихотворений, которые как раз открываются стихотворением самым первым – «Рождественский романс». Все остальные посвящены уже не Москве. Там немножко другой сюжет, другие темы. Но все связаны единой сквозной общей темой Рождества. Через несколько минут вы узнаете, по какому московскому адресу можно было найти Иосифа Бродского и Анну Ахматову. Как вообще восприняли в СССР тот факт, что Бродский получает Нобелевскую премию по литературе? Это было заслуженное признание? Как к нему в тот момент относились до премии и после премии? И до премии, и после премии относились не очень хорошо. То есть признан на родине Бродский был достаточно поздно. Нобелевскую премию он получил уже после эмиграции в США, вынужденной эмиграции, он не хотел туда ехать. А что послужило причиной? Почему? Что такого он сделал, за что его попросили оставить страну? Он как раз ничего не сделал. Он был самим собой, он был поэтом. Достаточно рано он понял, что он поэт и отчасти переводчик, возможно, эссеист, литературовед, но не более. Тут надо рассмотреть немножко историю его жизни. Он еще находясь в школе, если вы будете исследовать его биографию, он поменял очень много школ по причине того, что не мог ужиться с обычными детьми в обычной школе. То есть он по характеру был неуживчиво, испорчиво. Из-за чего? Мы же все вроде бы выросли в школе, советскую школу прошли. Вот о себе Бродский писал, что начал сочинять стихи достаточно поздно, в 18 лет. Но я думаю, что уже тогда, будучи школьником, он был поэтом. То есть совершенно особым восприятием окружающего мира. И вот в этой советской системе он не мог прижиться. Он рано потерял отца. И чтобы поддержать семью, бросил школу в старших классах и пошел работать на завод «Арсенал» в Питере, в Ленинграде фрезеровщиком. Об этом он пишет в своих стихотворениях, об этом опыте. Проработал он там один год. И дальше он стал таким летуном. Было такое понятие у нас в Советском Союзе. Это человек, который не имеет постоянного места работы. Поработал там, поработал здесь, в геологической партии поработал, съездил в Сибирь, на север, где-то что-то перевел, попытался опубликовать. Но в основном этот образ жизни характеризовался одним емким словом – тунеядство. Таких людей привлекали к ответственности, что и случилось с Бродским. Но не с ним одним такое случилось. И на суде сохранились протоколы этого суда. Его спрашивает обвинитель, ваше основное занятие. Он говорит, я поэт. А кто вам сказал, что вы поэт? Вы где-то учились, вам объясняли, как это делается. А Бродский отвечает, а я не знал, что этому надо учиться. Я думал, это от Бога. И в итоге вот этого суда его приговаривают к максимальному сроку – около пяти лет принудительных работ в тяжелых условиях севера. И его отправляют в Архангельскую область, в деревню, в лес Промхоз. И вот там он отбывает свой срок. Достаточно такая трагичная судьба. Давайте сейчас прервемся и посмотрим сюжет о том, куда же у нас дальше отправляется после Александровского сада герой рождественского романса. Азамоскворечье – старинный район Москвы. Его улицы хранят печальную память о татаро-монгольском Иге. Здесь начинался путь в Золотую Ордун. Отсюда отправляли дань монгольским ханам. Об этом и говорит само название улицы – Ордынка. Толмачи, то есть переводчики, названием местности в Замоскворечье, где жили переводчики, посредники в переговорах между русскими и монголами. Улица Пятницкая также говорит сама за себя. Пятница – священный для мусульман, монголов и татар день. Спустя многие годы после взятия Казани, Астрахани и Крыма, в Замоскворечье стали селиться купцы, чьи усадьбы и дома сохранились и до наших дней. На советские годы здесь жили и принимали гостей Булгаков, Мандельштам, Пастердак, Цветаева, Зощенко. Многих из них ждала трагическая судьба. Возможно, их имеет в виду Бродский, когда пишет. «И выезжает на Рыдынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками». Иосиф Бродский. Рождественский романс. 1962 год. Здесь, в Замоскворечье, сейчас вы найдете деревянные дома, которые чудом стоят уже несколько столетий. А в 1962 году, когда был написан рождественский романс, можно было встретить и две другие московские достопримечательности – настоящего дворника в фартуке с метлой и керосинные лавки. В 60-е годы и в Москве, и в Ленинграде большинство людей жили бедно и просто. Эта бедность ощущается почти физически, когда поэт говорит о том, как ветер заменяет ему отсутствующие перчатки. «Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне. Морозный ветер, бледный ветер, обтянет красную ладонь». Иосиф Бродский. Рождественский романс. 1962 год. На такси или на электричке, или на метро наш герой прибывает к месту назначения. Улица Большая Ордынка, дом номер 17. Здесь в квартире номер 13 жил писатель и драматург Виктор Ардов, женой Ниной Ольшевской и детьми. Литератором Борисом Ардовым, писателем-священником, неканонической православной церкви Михаилом Ардовым и сыном Ольшевской, актером Алексеем Баталовым. В этом доме на протяжении нескольких десятилетий подолгу жила Иоанна Ахматова, когда приезжала в Москву. Здесь Борис Пастернак читал главы из «Доктора Живак». Сюда же, из Ленинграда, приезжал и молодой поэт Иосиф Александрович Бродский. Мы закончили наш с вами разговор о том, когда Бродского сослали в Архангельскую область. Что было дальше? В чем была причина его иммиграции в Соединенные Штаты? В том, что он продолжал свое тунеядство. То есть он считал себя поэтом от Бога и продолжал заниматься поэзией. Он понял, что ничего другого он делать не умеет, классно, хорошо и не будет, и это не надо. На его личность, на формирование его личности огромное влияние оказало общение с Анной Ахматовой. Он сам об этом говорил, что лучшие качества, которые в нем развелись, не только как в поэте, но и как в человеке. А чем повлияло? То есть что именно? Он подчеркивал? Он подчеркивал, да, что прежде всего Ахматова научила его смирению, потому что она прожила долгую и сложную жизнь, и она пришлась, ее жизнь, и на сталинские репрессии, на расстрел мужа, ну всем известна эта история. На пребывание сына в ГУЛАГе, собственно, незаслуженная, как и многих других людей, на страшные дни блокады в Ленинграде. То есть она все это пережила, да, она не уезжала из страны. И вот этому смирению перед лицом судьбы она его научила. И тому, как достойно себя вести и принимать эти удары. Но получается тогда в итоге он же уехал. Но он уехал, он не хотел уезжать. Ему предложили покинуть страну, иначе начнутся снова судебные преследования, разбирательства, определение его места в обществе, принудительное трудоустройство, как это случалось с другими поэтами. И он предпочел уехать. Ну, то есть получается в Советском Союзе поэты были не нужны, да? Или как, нет пророка в своем отечестве? Нет, поэты нужны любой стране, но не такие, как Бродский, который просто поэт. Просто наследник общечеловеческой, общей мировой культуры. И вы знаете, он очень рано вступил в противоборство с этим массовым сознанием и массовым обществом, которому он действительно не был нужен. Он был слишком высокого полета птица, чтобы восприниматься без усилия простым человеком, к сожалению. И у него есть такое стихотворение. Это, кстати, одно из рождественских стихотворений. Оно написано в Крыму, на море. И он там в конце этого стихотворения обращается к морю и пишет о море следующие строчки. Когда-нибудь оно, а неувы мы, захлестнет в ступени променада и побежит под окрики, не надо, взметая брызги выше головы. Туда, где ты спала в своем саду, пила вино, просушивала блузку, круша столы грядущему моллюску, готовя дно. Вот как вы думаете, Юрий, кто такой грядущий моллюск? Это просто какое-то страшное морское чудовище, там спрут, которые поселятся на утонувшем Крыму. Если речь идет о море, то, естественно, какое-то морское животное. И вот я думаю, что это как раз образ той самой массовой культуры, которая не приемлет высокого поэта. Ну хорошо, но вот были же эпохи той поэты Ахмадулина, Евтушенко. Почему они не эмигрировали? Или к ним было другое отношение? Ну про Ахмадулину я не скажу, и Евтушенко очень удачно вписывался в советское общество. Такой революционер, достаточно низкого полета, говорящий какую-то правду, но достаточно скромно, особо не выступающий. Так может быть, как раз и надо быть вот таким человеком, который, да, тоже поэт, талантливый, но в то же самое время, ну может быть, не отстаивать так ярко позиции свои, не говорить так вот открыто, я поэт. Может быть, это и, скажем, власти, скажем, бесило немножко. Ну вы знаете, Бродский никогда не отстаивал. И вот что интересно, в протоколах того суда, когда его отправили в Архангельскую область, там отмечено, что он отвечал без вызова и рассеянно. То есть он не был революционером, он был просто классическим поэтом, для которого превыше всего это поэзия, это эстетика, это прекрасное. Да, то есть получается в советской системе у тебя должна быть профессия. То есть ты должен что-то делать, ты должен быть там или рабочим на заводе, или там водитель трамвая, там таксист и так далее. Но быть поэтом, ну как-то немножко странно. Странный вид деятельности. Ты мог быть поэтом, если как вот сказал обвинитель на судебном процессе, если ты учился в Литинституте, стал членом Союза писателей. Почему он не учился? Что помешал ему? Почему он не поступил? А он, помните, я говорила, он вообще школу не закончил. То есть из-за того, что нужно было содержать семью. Но Ахматова, она что, не говорила ему, что иди учись, закончи, и тогда будет другое отношение к тебе? Честно говоря, вот я не знаю, о чём говорил Ахматова с Бродским, именно по поводу его трудоустройства. Он её всегда описывал как учителя жизни, ну не практической жизни, и учителя в поэзии. Может быть, она ему этого и не советовала. Смотрите далее, вы узнаете, чем заканчивается рождественский роман Сбродского и как появился памятник поэту на Новицком бульваре. Он эмигрирует в Америку. Что там, как там сложилась его жизнь? Как только он приземлился уже на западной территории, ему сразу предложили преподавательскую деятельность. Но опять-таки парадокс. Предложили преподавательскую деятельность вести человеку, который не закончил университет или институт. Как это может быть? Ну, возможно, не в нашей стране, но поскольку он был уже признан известным поэтом. То есть опять-таки за рубежом. А как с его творчеством знакомились за рубежом? Через что? Через сам издат? Через каким образом? Ну, сам издат он был в нашей стране, а так уже в то время не только Бродский, а практически все писатели и поэты, которые не были востребованы в нашей стране, они просто искали возможность передавать рукописи за рубеж частным порядком, с дипломатами, например, какими-то другими способами. Очень известный стал за рубежом, известным стал цикл «Горбунов и Горчаков». Если вы не читали, я вам рекомендую. Есть спектакль с этим же названием. Это цикл, посвященный пребыванию Бродского в психбольнице. Его несколько раз туда укладывали, чтобы дать какой-то диагноз. Но, возможно, человек не хочет трудиться и учиться, потому что он не совсем здоров психически. И он писал и говорил о том, что это страшнее всякой тюрьмы и всякой ссылки пребывания в этой классической советской системе психбольниц. Но он описывает это совершенно по-своему, как пребывание поэта, которому противостоит вот этот самый моллюск. Все это персонифицировано в образе двух людей, Горбунова и Горчакова, которые вот там находятся. И диалоги их изложены как раз вот в этой поэме Горбунов и Горчаков. Она была вывезена за рубеж и опубликована. Как изменилось отношение к Бродскому в СССР после того, как он получил Нобелевскую премию? Что-то поменялось? Я думаю, о нем как не знали рядовые граждане, так до этого. Так и не знали. И после этого, и возвращение Бродского в нашу страну произошло уже после перестройки. Тогда же был и доктор Живаго заново опубликован, и стихотворение Бастернака к нам пришли. Также к нам пришел и Солженицын, другой лауреат Нобелевской премии. И Бастернак, кстати, лауреат. Все они к нам вернулись уже, когда начались их официальные публикации на родине. Но сам Бродский физически, он никогда уже в Россию, в Советский Союз не возвращался, хотя ему предлагали, он говорил, что он не хочет, что там прошла его юность, лучшие годы жизни. Юность всегда – это лучшие годы жизни. И он прекрасно понимает, что он там не застанет того, что было во дне его юности. И, естественно, он бы этого не застал, потому что Ленинград, Петербург очень сильно изменился. И вот эта «Малая Охта», такой окраинный район Петербурга, рабочий, который он описывает, он похож, кстати, на московские окраины, очень сильно был, вот то, что Висбор описывает в своих стихотворениях. Этого уже не было. Ты этого не встретил бы. И не нужно было поэтому возвращаться. То есть он так и не приехал больше? Не приехал больше. Ни в Ленинград, ни в Россию, ни в Москву. Умер в Нью-Йорке. У него было слабое сердце. С детства он страдал пороком сердца. И, кстати, в Архангельскую область, когда его сослали, там была прямая угроза жизни из-за этого. В США перенес операцию на открытом сердце. И в 55 лет скончался именно просто от внезапной остановки сердца. Похоронен он в Венеции. И очень интересная история. Как раз на кладбище Сан-Микеле, на острове специальном. Очень долго шла дискуссия, где его хоронить. Сначала хотели похоронить возле Дягилева. И Стравинского между ними. Но православная община заявила, что Бродский не был православным. Это правда. Поэтому нельзя. Католики тоже отказали, потому что он никогда не был католиком. В итоге он похоронен на протестантской части кладбища Сан-Микеле в Венеции. Такий интересный факт. Хорошо. Спасибо вам за беседу. И предлагаю посмотреть заключительный сюжет нашей программы. Путешествие от Кремля и Александрского сада привело нас на Большую Ордынку. Но стихотворение на этом не заканчивается. Бродский подытоживает рождественско-новогоднюю тему сравнением Москвы с большим праздничным пирогом. Льется мед огней вечерних и пахнет сладкую халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою. Иосиф Бродский. Рождественский роман с 1962 год. Памятник Иосифу Бродскому на Новинском бульваре был поставлен в 2011 году. Скульптор Георгий Франгулян и архитектор Сергей Скуратов работали над ним 7 лет и создали его на свои средства. Памятник Бродскому – мой личный подарок городу. Все полностью. И постамент, и гранит, и скульптура. Георгий Франгулян. К сожалению, массе своей, соотечественники, не ценили масштаб поэта при его жизни. Поэтому Бродский вынужден был эмигрировать сначала в Европу, потом в США. Это аллегорически изобразили авторы скульптуры. Группа людей вокруг фигуры Бродского плоские и безлики. Они стоят спиной к писателю. А взгляд самого поэта обращен в небо. Звучание рождественского романса печально и даже тоскливо. Тоска по уходящему году, по уходящей безвозвратной жизни. Но Рождество – это и надежда. Надежда на возрождение, обновление, на наступление лучших времен. Возможность все начать сначала. Исправить ошибки. И попытаться быть счастливым. Твой Новый год по темно-синей волне Средь моря городского Плывет в тоске необъяснимой, Как будто жизнь начнется снова. Как будто будут свет и слава, Удачный день и вдоволь хлеба. Как будто жизнь качнется вправо, Качнувшись влево. Иосиф Бродский. Рождественский романс 1962 год. Иосиф Бродский преподавал в шести американских и британских университетах. Своих студентов он считал малообразованными. А потому специально для них составил список, перечень книг, которые обязательны для чтения. Так называемый список Бродского. Среди классиков античности, средневековья и нового времени есть там и книги Ветхого и Нового Завета. Это были прогулки по Москве. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова